Насколько вредны или полезны мобильные телефоны для нашего здоровья? Для того, чтобы выяснить, правда это или нет, о вреде мобильных телефонов, мы пригласили замечательного гостя, который сейчас нам всё с профессиональной точки зрения и расскажет. Итак, в студии «Хорошее настроение» сегодня заведующий лабораторией физических факторов Республиканского научно-практического центра гигиены Станислав Худницкий. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Давно говорится о том, как влияют телефоны на жизнь человека, на здоровье человека. Говорят, что генные мутации провоцируют, что влияют на все сферы человеческой жизни, на организм. Вы знаете, прости, Юль, я даже вот вводил ребёнка к стоматологу, и стоматолог нам сказал, что чуть ли не кариес у детей может вызывать мобильные телефоны. Грызть не надо, грызть не надо просто. Я думаю, кариес – перебор, конечно, в этом плане. Что правда? Давайте развеем мифы. Любой член общества, взрослый ребёнок, должен понимать, что сотовый телефон – это радиопередача. Учитывая, что сотовый телефон находится в непосредственной близости от головного мозга, зрительного анализатора, вестибулярного и ряда других систем и структур организма человека, то это воздействие, конечно же, негативно. Международное агентство по изучению рака в городе Лионе, Франция, являющееся официальным представителем Всемирной организации здравоохранения, сказала, что оно относит мобильные телефоны в группу потенциально возможных канцерогенов для человека. Вот таки канцерогенное воздействие или канцерогенный риск для пользователя очень велик. И особенно он велик у детей и подростков. Почему? Детский организм поглощает по отношению к взрослому в 2-4 раза больше электромагнитной энергии. Детский организм находится в процессе развития. И в соответствии с этим, значит, очень велики риски. Данислав, более того, практически все мы уже обсуждали этот момент, что все люди в основном нынче пользуются мобильными телефонами и в качестве будильника. Это значит, что даже ночью телефон лежит где-то на прикроватной тумбочке. Но существует во многих телефонах, почти во всех, особенно последних, функция такая, типа полетного режима, когда отключается, я так понимаю, прием каких-то сигналов. Суть в отчете. Насколько это может обезопасить? Здесь есть одна тонкость. Любой телефон, любой телефон в режиме ожидания, то есть готовности принять какую-то информацию, передать ее, посылает радиосигналы на ближайшую базовую станцию. Поэтому режимы ожидания и все остальные режимы, они также являются небезопасными. То есть полностью выключать телефон, это только... Полностью выключать телефон, но часто это неприемлемо и невозможно. В этом случае желательно телефон располагать подальше от кровати. Такие расстояния лучше, чтобы были в пределах трех метров. Что касается места, положения телефона, как ни возьми, вред будет так или иначе носить его в кармане, на грудном кармане, в сумке. Не бойтесь, не советую. Или еще он в каком-то чехле. Место идеальное. Куда положить телефон, мобильный? Сумка. Сумка, да? Ну вот мужчины, например, сумками практически не пользуются. Ну не пользуются, но у них есть такие... Барсеточки. Барсеточки, да? Да. То есть вот чем дальше от тела, неважно в каком месте, тем лучше. А вот если сравнивать, например, телефон, давайте от телефона немножечко абстрагируемся с другими домашними, такими помощниками, как СВЧ, к примеру, тот же компьютер, в общем, все, что тоже излучает какие-то волны, что вреднее? Ну надо, во-первых, сказать, что волны разные. В сотовом телефоне это одни диапазоны, в СВЧ уже другой диапазон, в компьютерах это третий диапазон. И что все-таки вреднее, мобильный телефон или компьютер? Мобильный телефон на первом месте. А, даже так? Даже не компьютер? Скажите, я еще про мобильник хочу спросить. Вот если, говорят, пользоваться гарнитурой, наушниками с микрофоном или же блютуз-гарнитурой, то якобы снижается это воздействие? Самый лучший результат дает проводная гарнитура. Проводная. Не блютуз. А если вы говорите о блютузах, это, так сказать, беспроводные системы связи. Беспроводные, это когда наушнички, да? Нет, беспроводные системы связи, они используют те же электромагнитные излучения в другом частотном диапазоне, понимаете? И здесь мы, так сказать, не уходим от фактора электромагнитного излучения головного мозга. А проводная гарнитура, то есть вы подключаетесь к телефону, берете наушник, есть громкая связь, это самый оптимальный вариант сегодня использования сотового телефона. Запугали вы нас окончательно. Ну, то есть правильно, конечно, что вы рассказали нам всю правду. Можно ли подвести какой-то итог, сделать какой-то вывод? Сколько безопасно в день по времени разговаривать по мобильному телефону? На сегодняшний день такие данные имеются. Для детей и подростков это 30 минут. 30 минут в день? Нагрузка, да, нагрузка. А для нас? Для вас час. Для нас час. У меня такое ощущение, что мобильным вы не пользуетесь, телевизором есть. У вас есть мобильный? Мобильный есть тоже, да. И вообще, насколько человек, который знает всю историю, да, знает, насколько всё время вредно, насколько ваша вот эта теория далека от практики, от реальности вашей личной. Ведь то, о чём мы говорим, это выбор сегодняшнего дня. Но следует сказать, что при покупке сотовых телефонов детям взрослые должны понимать и стараться научить ребёнка пользоваться сотовым телефоном и рассказать ему об особенностях. А рынок наших телефонов, так же, как российский и украинский, где-то на 99% состоит из серой техники. Ну, самая большая опасность – это то, что там нестандартизованы излучение и мощностные характеристики. Опыт нашей работы показал, что техника, изготавливая она в третьих, четвёртых или пятых странах, по уровню излучения бывает на порядок выше, чем та же качественная фирма-производитель. Это первый вопрос. Второй вопрос. Фирма-производитель, как правило, старается дать максимум информации в руководство по эксплуатации. И там написано и о детях, и о взрослых, где нельзя говорить, что можно делать. В то время как вот серая техника, которая дешёвая, и завален рынок везде, там нет ничего – включить, выключить. То есть, чем дешевле телефон, тем он опаснее получается? Ну, так, может, нельзя говорить, что он опаснее, но он менее информирован с позиции его безопасности для взрослых и тем более для детей. Станислав? Будем надеяться, да, будем надеяться, что все сделали грамотные и правильные выводы для себя, наше дело, информацию предоставили. Большое спасибо. Да, у всех, конечно, делать свой выбор. Два слова по компьютерам ещё. Давайте, конечно. Значит, есть так называемые локальные сети. Ну, то есть, когда вот учитель, класс… Или домашняя сеть. Ну, домашняя сеть меньше, около 15-20 человек. И очень широко распространены вот беспроводные модемы 3G. Ну, вы знаете по рекламе телевидения, как прыгают и всё. Так вот, если этих модемов включено несколько, то уровень поля там превышает допустимый десятки раз. Поэтому мы в своих документах пишем в настоящее время перерабатывать, что беспроводные системы локальных сетей в учреждениях для детей и подростков, в школах, техникумах, в университетах, везде запрещены. Только проводные сети. Касается ли это Wi-Fi? В обязательном порядке. Wi-Fi тоже. Станислав, огромное вам спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что у нас будет повод обязательно пригласить вас ещё не раз для того, чтобы обсудить не менее важный вопрос. А я на всякий случай напомню, что сегодня в студии «Хорошего настроения» была заведующая лабораторией физических факторов Республиканского научно-практического центра гигиены Станислав Худницкий. Огромное спасибо. Мы с вами прощаемся на сегодня.